В юности у этой актрисы был стремительный успех. После первой сыгранной роли ее полюбили зрители, а режиссеры хотели видеть ее в качестве главных героинь своих картин. В 70-х годах Светлана Смирнова много снималась в кино. Она получала престижные кинонаграды и высокие оценки критиков. Но были и долгие годы забвения. Детство Светланы было непростым. Она родилась под Казанью в небольшом селе. Отец всю жизнь работал электриком на железной дороге, а мать в пекарне. Жили очень бедно, но больше всего Светлану расстраивало то, что родители не смогли сохранить хорошее отношение. Когда Света перешла в 10-й класс, родители развелись. Одна из бабушек работала в ДК железнодорожников, поэтому у Светы была возможность чаще смотреть премьеры фильмов. Именно тогда девочка поняла, что хочет стать актрисой. Он записалась в драматический кружок. После окончания школы Светлана поехала в Ленинград. С собой у нее был небольшой чемоданчик, который одолжили соседи и 20 рублей. Она поступила в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, получила комнату в общежитии. Так началась взрослая самостоятельная жизнь. Второкурсницу Светлану Смирнову утвердили на главную роль в картине «Чужие письма». И это был более чем успешный старт. В 1979 году удалось повторить успех. На экраны вышла драма «Впервые замужем», в которой актриса сыграла Тамару Болотникову. Потом было много ярких ролей. В 2005 году Светлане Смирновой присвоили звание «Народная артистка РФ». В кризисные для кинематографа времена актриса занималась дубляжом, и в этом деле она преуспела. В сериале «Спрут 4» и «Бойцовский клуб» она озвучивала все женские роли. В студенческие годы Светлана впервые влюбилась. И эта любовь привела к свадьбе и рождению дочери. Супруг Сергей Кушаков тоже был актером, но не столь востребованным, как Светлана. В его карьере было только две главных роли. Между супругами, занимающимися одним делом, не должно быть зависти, иначе это приведет к череде ссор и обид. Так получилось в браке Светланы и Сергея. Они прожили вместе 20 лет, но все же расстались. Светлана честно говорит о том, что в первом браке она потеряла себя, пристрастилась к алкоголю, что переросло в большую проблему. Спасла Светлану дочь, которую она сама называет подарком небес. Дочка и в детстве была спокойным, неконфликтным понимающим ребенком. А во взрослом возрасте она стала настоящим другом. Светлана смогла взять себя в руки, начать жизнь с чистого листа. После долгого перерыва она вернулась к работе, вышла замуж за хорошего мужчину, актера Владимира Миронова. Она стала бабушкой, внучка Вероника радует и заряжает оптимизмом. Сейчас в жизни актрисы все хорошо. 25 апреля 2022 года Светлане Смирновой исполнилось 66 лет.